Музыка Итак, мы закончили зашивать рукавчики Теперь нам нужно все открытые петли собрать на одну спицу Как мне это сделать? Так, чтобы у меня тут не распустилось И так до этого я их собирала, мне нужно вот сюда поместить вот эти мои открытые петли Поэтому я здесь сниму пока и сюда соберу вот эти петли Так, и теперь передние петли на передней полочке Так, вот у меня одни петли собрались Потом мы все остальное будем зашивать Вот открытые петли на передней полочке перешли на рукав и потом на спинку Теперь мне нужно с этой стороны втиснуть мои петли с рукава Тоже опять я снимаю И вдеваю сразу по спинке Так, спинка И передняя полочка Вот что у нас должно получиться Сейчас я так разложу, чтобы вы видели Что у нас вообще тут выходит Мы потом здесь будем зашивать Вот рукавчик Там где у нас погон идет Мы его потом пришьем К линии плеча на спине и на передней полочке Здесь тоже самое Пока вот эти все открытые петельки Это у нас горловина И мы здесь будем вязать уже саму горловину и воротничок И так вывязывать я начну Вот на изнаночной стороне Так как у меня здесь большая длинная ниточка оставлена Вот с нее я начну вязать линию горловины Так, вяжем лицевыми и изнаночными петельками Лицевая, изнаночная Лицевая, изнаночная Выравняем Небольшая стоечка перед воротником Небольшая стоечка перед воротником у нас здесь будет Лицевая, изнаночная Лицевая, изнаночная Лицевая, изнаночная Так, дефект Вне надо сделать В desperta вяжем Duca Я одну нитку уберу Чтобы выровнять Так так же уберу одну нитку и внахлёст я их соединю вот таким вот образом перекручиваем и дальше вяжем у меня изнаночная должна быть и следующую у меня идет линия воротника здесь у нас свободный конец надо будет его зажать и так провязать потом мы когда будем зашивать можно будет подтянуть и спрятать эту ниточку так лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная здесь я попала в рисунок лицевые изнаночные если не попали то не страшно в принципе так и переходим сразу на спинку вяжем на спинке петельки лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная так 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 теперь опять у меня тут идет рукавчик опять поддерживаем ниточку а вот здесь я не попала в рисунок в принципе тут не страшно можно и поменять их изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая все равно у нас вот этот первый ряд он идет под воротник так что ничего страшного если вы не попали в рисунок на погончике последняя лицевая и дальше передняя полочка дальше изнаночная лицевая изнаночная лицевая ну как попадете в общем рисунок так и вяжем рен так всея все петельки провязала покажу чтобы оно было видно Теперь второй ряд также свяжите по рисунку лицевые и изнаночные А третий ряд уже с третьего ряда начнете вязать точно так же, как мы вязали погончик То есть на изнаночной стороне будете вязать Изнаночную не вяжете, лицевую снимаете точно так же, как и здесь И свяжем примерно на высоту 2-3 см высота стоечки Итак, я закончила вязать стоечку, желательно ее вязать туго Возьмите, если вы вяжете спицами номер 3, то на воротничок лучше взять номер 2 Чтобы было немножко туго, если свободно вязать, она растянется, будет не очень хорошо сидеть Потом на самой стоечке нужно будет сделать еще одну петельку, чтобы у нас здесь не болталась тоже планка Поэтому дырочку обязательно здесь делайте, если у вас идут пуговицы Теперь я вот так вот, ниточка у меня вот здесь И я начну вывязывать воротничок на изнаночной стороне полотна То есть она будет выворачиваться, воротничок, у нас будет как бы лицевая сторона воротничка Теперь вяжем Добавлять петли не нужно, потому что у нас здесь была стянутая такая резиночка И сейчас, если прямо вязать, она у нас уже воротничок будет расширен Если вы вязали здесь двоечкой, то уже дальше вяжете толстыми спицами Так, теперь, а теперь сразу же распределим узор Так, нет, сперва нам нужно будет закрыть планочку И чтобы она у нас сильно не растянулась, мы закроем по три петельки То есть вот я здесь кромочную и еще две петли раз И опять два, три, четыре и пять Пять раз вот так вот закроем с этой стороны И дальше вяжем уже, распределяя узор Так, дальше у меня пойдет две изнаночные, одна лицевая Три изнаночные, одна лицевая И вяжем до конца, три изнаночные, одна лицевая И три изнаночные, одна лицевая, вяжем до конца ряда Воротничок туго вязать не надо И вяжем до конца ряда так последние 10 петель мы будем закрывать опять же по 2 1 2 3 4 5 здесь мы свяжем также как мы вязали узор горловины то есть мы изнаночную не вяжем на последних 10 петельках здесь мы будем закрывать петли поэтому здесь нам узорчик нужно чтобы для того чтобы у нас было симметрично все красиво смотрелось теперь опять же закрываем 5 раз 1 2 3 4 5 по 2 петли если по одной то она здесь вытянется будет не красиво так обратно вяжем по рисунку лицевые лицевыми изнаночные изнаночными и уже на другой стороне будем вязать уже вывязывать рисунок воротника тут у нас 3 лицевые 1 изнаночная тут то как видите я здесь стараюсь вязать более свободно нам не нужно воротничок сильно тугой поэтому можно здесь даже не тройку взять спицы, а четверку теперь с внутренней стороны уже начинаем вывязывать узор 2 изнаночные и из одной и три как мы вязали этот узор гусиной лапки но здесь вы можете в принципе если вы не хотите его вязать то здесь можно платочной вязкой провязать вот эту часть если вы не хотите но я решила уже... мне нравится этот узор он очень красиво везде смотрится поэтому решила я его вязать значит вяжите узором гусиной лапки примерно два-три ну смотря какой ширины у вас будет воротничок я свяжу два и потом мы немножко закруглим концы воротника и так вот я связала два узора и теперь мы будем закруглять воротничок на третьем узоре мы будем с двух сторон убавлять петельки теперь как здесь убавить можно по-разному можно изнаночную петлю это все закрыть пусть и кромочная первая здесь как видите у нас узор не получается можно здесь просто лицевыми связать но я вот свяжу таким вот образом чтобы она немножко вот к узору гармонировала с узором вот эта часть и я их свяжу так два из двух а дальше следующий узор мы вяжем и точно также в конце ряда уберете перед кромочной петлей также убавите одну петельку и так можно будет сделать можно убавить еще три петельки и затем мы уже будем заканчивать обвязкой воротничка то есть здесь убавляете дошли сюда здесь тоже две вместе на изнаночной стороне не убавляете просто по рисунку и опять на лицевой стороне с двух сторон так вот повторите еще три раза так вот я связала воротничок и нахожусь лицевую сторону я провязала и закрыла последнюю петельку поясе узорчика вот он у меня и теперь сразу же пойдем на обвязку так смотрите здесь по краю набираем петельки по кромочным опять же из одной две подальше по краю это вот сейчас до самой планки. И последняя. И идем в обратную сторону. Вяжем все лицевыми петельками. На изнаночной стороне вяжем все петли лицевыми. И так до конца ряда. И с той стороны мы также будем добирать петельки. Здесь все петельки лицевые. Абсолютно все. Вяжем до конца ряда. Я дошла до другого конца воротника. И здесь тоже самое делаем. Также набираем петельки лицевыми. А здесь не нужно изнаночными. Так как у нас ряд. Мы идем лицевыми петельками. Значит здесь опять же набираем петельки лицевыми из одной-две. петельки лицевыми петельками. И последняя петелька. закончили. Добирать с двух сторон. И теперь по овалу пойдет у нас вязание. Вязать будем здесь лицевую гладью. но чтобы у нас получился вот такой валик. В конце такой валик мы будем вязать на воротничке. То есть вот на этой стороне мы вяжем уже изнаночными петельками. и еще можно будет с той стороны связать. И потом мы уже закроем наверное. Я сейчас посмотрю насколько широкая нужно будет эту часть связать. Вот вяжем изнаночными. Следующая лицевая. И наверное еще 2 раза. Ну посмотрим. Итак я связала 1 2 3 4 ряда. И я нахожусь вот как видите с этой стороны воротничка. На лицевой стороне. Именно воротничка. Теперь смотрите что я буду делать. Будем закрывать воротничок по этой части. Вот последнюю петельку я не провязала. Мне нужно закрепить вот чтобы она не болтался. Этот конец у нас. Можно вот вот эту петельку. И на планке я пропускаю одну петлю. И беру следующую кромочную петлю. И провяжу ее вместе с последней петлей изнаночной. Чтобы потом нам не нужно было ее пришивать. Чтобы она не болталась. Мы так вот ее закрепим. Теперь переходим к закрыванию. Последнему ряду. Видим мы ее закрепили. Она не будет болтаться. И теперь закрываем все лицевыми петельками по одной петле. И желательно здесь не стягивать полотно. Чтобы у нас воротничок в этой части не стянулся. Ну и не сильно свободно. Так вот. Не сильно затягивает. Просто себя можно проверить. Чтобы она не тянулась. Воротничок такой вот. Закрываем все петельки. И на той стороне точно так же мы прикрепим воротничок планки. Чтобы у нас он не болтался. Сейчас я проверю. Она у меня не стягивается. Если значит я правильно закрываю. Вот так вот. Нормально идет. Не стягивается. Значит продолжаем дальше закрывать. Так я закончила. Ну Кузя уйди пожалуйста. Он с улицы пришел и начинает мне уже мешать. Не дает мне записывать. Кузька уйди. Так вот закончили закрывать ряд. И теперь вот последнюю петельку. Опять же мы ее будем соединять с планочкой. Берем вторую петельку от конца. Вернее ну от воротничка. Да? Поняли. И теперь уже здесь как бы три у нас получается. Три петли мы закрываем. Можно изнаночную петлю. Здесь в принципе не важно. Ой какой ты ласковый Кузя. Тыкается мне в руки. Так. И все. На этом мы воротничок закончили. Прячем ниточку. Можно спрятать вниз. Так. И прячем внутрь ниточку. Можно прямо в воротник. Кузя. Уйди пожалуйста. Ну поросенок. Так. Все. Ну остальное можно срезать. И мы на этом закончили с воротничком. Окончили как говорится. Я здесь уже до этого пришила все пуговки. Ой не все пуговки пришила. Забыла на горловине пришить. Ну ладно. Это я потом сделаю. Так. Вот такой вот воротничок у нас получился. Вот такой. Теперь осталось только пришить рукав. Я один уже пришила. Здесь просто выворачиваете на изнанку. Что то они у меня активизировались. И этот мяукает тут около меня. Ну прям. Так. Вот смотрите. здесь. Начинаете пришивать по погончику. От горловины выравниваем плечо. Так. Чтоб у вас линия плеча совмещалась с погончиком. И дальше. Вот у меня погончик чуть меньше чем. Поэтому подтягиваете. Чем сам погончик. Подтягиваем и зашиваем. Да. И дальше по пройме и к следующей части. Просто пришиваем и все. Ну вот и все. Я закончила. Пришила все детали. Так вот у нас получился. Здесь я пуговки пришила. Единственное что когда уже начала пришивать я поняла что я рукавчики наоборот присоединила. Ну ладно. Что ж поделаешь. Ну и так тоже можно. У нас получилось пуговица впереди. У меня вернее. Нужно было сзади. Ну вообще то кто сказал что поправил вот так положено. Пусть оно будет так. Как бы такая моделька. Вот. И на этом наша работа закончена. Здесь вы можете еще. Можете вот сюда добавить бантики. Внутрь просто продеть. Здесь можно в принципе расширить немножечко. И вот сюда и сюда можно бантиком украсить. Да. Стянуть. Вот. Ну и в принципе украсить здесь можно. Хотя здесь у нас узоров много. Украшений мне кажется оно как то будет. Уже чересчур много будет. Так что на этом мы закончим. Надеюсь вам было понятно. И до свидания. До следующих встреч. До встречи. До встречи.